Средний ребёнок АЗЛК Москве 21-41-45 по имени Светогор. Можно бесконечно спорить о современности и надёжности машины, но одно очевидно, в середине 90-х он был комфортнее Жигулей и доступнее Волги. Багажник большой, а если сложить заднее сиденье, то он становится ещё больше. Но главное, при большой ширине и высоте пол его становится ровным, что позволяет грузить крупногабаритные вещи. Создатели добились этого, повесив запаску под днище автомобиля. Правда, она вечно грязная и тяжело снимается. Очень странное решение для наших широт, где грязные дороги – норма. Но это на скорость не влияет, как и на комфорт в салоне. Перед глазами водителя действительно морально устаревшая приборная панель. Форма, качество пластика, расположение органов управления – всё не идеально. Но продуманнее, чем даже на современных Ладах 114 или 115. С начала выпуска 1941 в 1986 году и до завершения выпуска – а это конец 90-х – салон не претерпел никаких изменений. Но не это главное. Знаете, а мне за рулём удобно. Места много и спереди, и сзади, и слева, и справа, и над головой. Какие «Жигули», какие корейцы! Где они, а где я? Стартует машинка очень задорно. Мощности мотора хватает, чтобы шлифовать асфальт и на второй скорости. Потом, правда, «Москвич» догоняют. Но это потом. Переключение скоростей на пятиступенчатой коробке напоминает винтовочный затвор. Тыкаются передачи чётко. Кстати, «Москвич» – первая машина в СССР с пятью скоростями. Задние барабанные тормоза. И вообще, «Москвичёвские» тормоза очень затейливые. Ты никогда не знаешь, каким боком начнёт останавливаться автомобиль. Ещё при резком торможении перегруженный передок клюёт носом. Конечно, у этого автомобиля очень много недостатков. И все перечислять их просто не хватит времени. Но задумка-то была очень хорошая и на тот момент своевременная и современная. Жаль, что выполнили её спустя рукава. Рюм capability клю多少 недостатков. Тауга Soul Bars в СССР.